Если у меня есть сайт, пусть он даже сделан на дешевом ресурсе, и на нем написано, что любое копирование преследуется по закону, и человек скопирует сайта без моего ведома, видео, текста, какой-то материал, то я могу просто немедленно подать на этого человека в суд. Поэтому, Румянцева, я человек добрый, и на первый раз я вас прощаю. Но второго раза уже не будет, потому что я просто приму меры к вам. Или к любому человеку, который пишет о том, что я ворую или что-то использую. Лично я, лично я. Что я это делаю, лично я. А без доказательств я не позволю людям это говорить и делать. Значит, потом та же госпожа Румянцева, она нашла на сайте психологов мою статью, что я в 19 лет открыла бизнес, и была бизнес-леди. Дорогие друзья, я в 16 лет приняла крещение. Это не значит, что вот когда человек принял крещение, он сразу пришел и стал послушником. А чтобы стать послушником, нужно какое-то время, может быть и долгое, быть просто прихожанином, быть на каких-то послушаниях, общаться с духовным наставником. Поэтому, как я говорила, мне надо было кормить и себя, и маму. Поэтому к 19 годам даже, вот это в 19 лет я уже, наверное, работала. Я открыла, когда было совершеннолетие, это 18 лет, клуб собаководства. И продавала этих собачек, потому что, когда я буду рассказывать вам передачу о том, как я выживала, вы поймете, почему человек в 19 лет уже мог открыть свое предприятие, невзирая на то, что это был 1993 год. То есть, когда это были криминальные разборки и прочее. Потому что он уже подготовил себя. Он был таким человеком, который хотел найти источник дохода, чтобы выжить. И общественная организация, о которой идет 26 лет, это просто люди. Меня выбрали на такой вот статус, значит, этой организацией управлять. И это не значит, что если вы послушник в статусе, вы не можете поехать в Индию. Вы можете поехать и в Индию, вы можете какое-то время и в церковь не ходить, и можете ходить. Потому что есть разные обстоятельства. И послушание это не значит, что вы сидите в одном месте всю жизнь. Вам могут дать послушание маму смотреть. Вам могут дать послушание больных людей смотреть. То есть, это вот такие тонкости. Но хочу отметить и сделать акцент вашего внимания на то, что если у вас нет чина какого-то, хотя бы маленького, если вы просто какой-то там прихожанин, который просто принял крещение, то если вы не послушник, если вы не были в этой церкви, если вы не отдали этой церкви половину своей жизни и материально, и не поддерживали, и вас там никто не знает, то вам бы не выдали просто документ об отлучении, который я получила. Я об этом говорила в прошлых видео и говорила причину, почему я его потребовала. Потому что, как я уже говорила, если я вижу, когда идет вот это, люди выступают за грань возможного, то есть происходит насилие, происходят уже конкретные вещи, то уже просто этот документ требуешь. Убивали меня в 2013 году, в том году, когда выдавался документ. То есть это было мне 41 где-то год. То есть меня не убивали молодым человеком. Меня убивали за то, что я не хотела быть в этой церкви, не хотела иметь духовной, физиологической, физической, любой связи с этой организацией, любой дружбой, ничем, чтобы не быть связанной. А даже вплоть до того, чтобы не хоронили с крестом, не хоронили по православным канонам и обрядам. Потому что я поняла, что я могу приобрести эту свободу. И я пришла как порядочный, честный человек и попросила отлучения. И вот многие люди до сих пор боятся это просить. Я понимаю, что это и сложно, и не каждый выдержит это морально. Но пока вы не отлучены от церкви, вы считаетесь христианином. Это не важно. Ходите вы к баптистам или адвентистам, или просто вы находитесь где-то вне церкви. Вы являетесь этой заблудшей овцой, и они могут за вас молиться. Эти молитвы будут на вас каким-то образом влиять. Когда я получила отлучение, я отсоединилась от их эгрегора. То есть любые молитвы, которые будут молиться за меня, они будут просто не доходить. И плюс к этому еще могут иметь для них же какие-то последствия. Потому что это уже идет нарушение воли человека. Любые их просьбы, любые их желания в мой адрес. Это нарушение прав человека. Потому что человек изъявил желание не иметь с ними никакой связи, никакого дела, ничего. И вот таким образом я вам объяснила. Если кому-то непонятно, вы можете написать. Я более, может быть, подробно объясню. И у меня еще был такой момент. Это поездка в Индию. Это изучение, конечно, восточной культуры. В статусе послушника. Потому что я был такой послушник, который и искал. Вот мне что-то еще не доставало. И я то приходила, то уходила. Было такой период. И поэтому я ездила, я искала. Я встречалась с мастерами разными. И видела тоже и лжеучителей, и нормальных людей. И я вернулась обратно из Индии. Потому что человек, духовный учитель, который мне встретился там, он тоже был порядочный человек. И он понимал эту систему. И он сказал, я тебя научил чему-то. Медитациям, осознанию. Но дал тебе имя, Ананда. Но ты должна для себя решить. Вот ты вернись и сравни. Вот ты все-таки хочешь быть православной? Или ты все-таки отойдешь от них? И может быть, у тебя будет другой путь. И вот он настолько был порядочный человек, что он не агитировал меня остаться. Или как-то быть вот ихним членом общины. Он меня вернул обратно. И он сказал, если ты решишь вернуться, ты всегда можешь вернуться. Если ты не решишь вернуться, и твой путь православия, ты можешь быть на этом пути. В любом случае я тебе дал все, что мог. И об этом я тоже могу рассказывать. Как я там была. Какие у них принципы обучения. Это человек был дзен-буддист. То есть это вообще не является как религия. Это учение о том, как не страдать. Это, если так в общих чертах говорить, но это учение гораздо глубже. И кроме того, я, конечно, в этих поисках изучила массу литературы. Я изучила, наверное, все религии. У меня и Коран есть, и Библия есть, и Тора есть, и Гита есть, и Махабхарата есть. И все это я изучила. И когда я это все изучила, я поняла, что во всем этом идет одна и та же идея. Это любовь. Это любовь, потому что бхакти-йога, которую практикуют Кришнаиды, это любовь. И то, что практикуют христиане любить врагов, это тоже любовь. И во всем вот этом учении, в религиозном, идет одна и та же как бы ситуация, связанная с любовью, что Бог есть все-таки любовь, абсолют. И также я изучала Кабалу в Международной Академии Кабалы. Это Академия работает онлайн у господина Лайтмана, который, можно найти его видео, этого господина. И мы говорим тут о каких-то масонских знаках в церкви, обо всем. Вы знаете, этот господин преподавал масонам в прямом эфире. И даже есть видео с его выступлением, где он рассказывает Кабалу. А Кабала это учение евреев. Оно переводится как «получение». И он рассказывал о Кабале даже на вот таком уровне. Это видео есть на Ютубе. Конечно, это увлекательно изучать все, анализировать, сравнивать, понимать исторические эпохи, понимать культуру людей, понимать, откуда эти религии произошли, как они создавались, как через них кто-то чем-то управлял. И в то же время очень интересно прикасаться к тем источникам, к тем редким душам, которые реально имели опыт познать эту любовь. И когда вы с ними общаетесь, или вы их находитесь, это большое счастье. Они никогда никого не судят. Они очень такие живут в гармонии. И для них неважно, с какой вы религии. Они все уже поднялись над этим. И также я изучала и Блаватскую, и Разоблаченную Исиду, то есть и тайную доктрину, потому что Блаватскую вообще не прочитается. Если вы не прочитали Разоблаченную Исиду, вы никогда не поймете тайную доктрину. То есть, когда я хотела найти смысл, я искала. И я не считаю, что это преступление, быть в поисках. Я очень много приобрела знаний, и у меня очень много открылось возможностей. просто люди, которые вот в православии, с которыми я имела дело, и которые меня убивали, они, к сожалению, не смогли вот пока еще на сегодняшний день выйти к этому, к этой гармонии, и не судить, а принять, вот, и не убивать, а отпускать. Это для них сложно. Вот, это для них очень сложно. Они могут только оговорить, что вы не имеете права без благословления нашей церкви читать литературу. Вот, потому что если вы прочитаете литературу, не дай Бог, не церковного содержания, или без благословления православной церкви, вы совершите большой грех. Вот, поэтому, люди дорогие, делайте выводы сами, включайте, пожалуйста, свой разум, и я постараюсь в следующих видео рассказать и о выживании, и о том, что такое Индия, именно правду, и о том, что такое дзен-буддизм, и о том, как я проходила там какие-то практики, и что мне это дало. Вот, поэтому я вам очень благодарна за все ваши отзывы. Я, Румянцева, на вас не обижаюсь. Я просто вам говорю, что вы можете просто в таких обвинениях нарваться на то, что вам могут тоже предъявить обвинения. Поэтому, Румянцева, я вас очень люблю, и я вас понимаю, и если я вас обидела чем-то, то прошу простить, но, пожалуйста, больше никогда не думая, ничего не заявляйте. Спасибо вам за внимание. Вот. Кто меня любит и поддерживает, поддержите канал. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok